Лига Мастерства Лига Мастерства Алексей Мастер на все руки И когда мы еще находились в Дагестане Алексей, зная наши проекты Сказал, ребят, ну вы вот здесь так сделали Здесь сложно, здесь какие-то моменты У меня есть идеи Как можно сделать Достаточно простыми усилиями Без каких-то глобальных вложений И по сути своими руками у себя в гараже Сделать классную функциональную лодку Да, просто глядя на ваши бюджеты Я подумал, что можно ведь это сделать Более бюджетно и более просто Для того, чтобы люди могли это повторить Собственно, лодка Казанка Легендарная, с булями И, собственно, это главный герой Нашей серии выпусков, которую вы увидите Именно с этой лодкой Мы будем делать интересный Но при этом доступный тюнинг проект Собственно, почему эта лодка Одна из самых популярных В первую очередь потому Что она достаточно доступная Для нее не нужен мощный двигатель Потому что она идет под румпельное управление Собственно, и мы планируем сюда поставить Двигатель до 10 лошадиных сил Это, скорее всего, будет 9,9 Который можно раздушить до 15 И в силу того, что совокупный вес мотора и лодки Укладывается до 200 кг На нее не нужно получать права И, насколько я знаю, ее еще и не нужно ставить на учет Леха, расскажи Буквально несколько слов Так сказать, чуть-чуть приоткроем За навес того, что будет с этой лодкой Чего ты задумал И какие у тебя есть идеи По доработке этой лодки Ну, смотри Я хочу использовать максимально доступные материалы Это будет обычная влагостойкая фанера Которая продается в строительных магазинах На строительных рынках Также в качестве блоков Дополнительных блоков плавучести Мы будем использовать Такой материал, как XPS Будут еще некие мелкие доработки По обустройству внутреннему этой лодки То есть там будут дополнительные рундуки Ящички, система хранения Возможно, мы установим эхолот Держатели для удочек Да, у нее есть на самом деле большой плюс За счет того, что лодка румпельная Здесь нету консоли В принципе, несмотря на ее скромные габариты Этой лодки Пространства здесь не так уж и мало Я очень люблю дарить людям подарки И предлагаю эту лодку разыграть среди твоих подписчиков Слушай, это отличная идея А я могу участвовать? Ну, я не знаю Я думаю, мы сможем договориться Нет Смотри, сколько конкурсов мы проводили Всегда все по чесноку То есть разыгрываем И человек, который выиграл, он ее и получает В описании будет график Когда выйдет вторая и третья Я думаю, мы уложимся в три части Мы не будем сразу озвучивать условия А будем давать их по чуть-чуть У нас будет три выпуска Управимся же в три выпуска? Да, в три выпуска мы уложимся Сейчас вы смотрите первый выпуск В нем будет чуть-чуть условий Где-то в серединке, может быть, в конце Во втором выпуске второе условие И в третьем выпуске, собственно, финальные условия А дальше вам нужно будет как можно быстрее бежать их выполнять Они будут не сложные Друзья, первое, с чего нужно начать Это подготовить лодку к покраске То есть нужно снять все старые слои Дальше уже все сделать Примерить Потом ее покрасить И аккуратненько все туда упаковать Единственное Знаешь, что, Лех, предлагаю У нас был опыт Когда мы делали первую казанку Мы снимали все это вручную Болгарками, щетками Мягко скажу тебе еще то удовольствие Слушай, сам не хочу Я верю Вот Это можно сделать Для этого понадобится там, я не знаю Несколько десятков щеток, дисков И, ну, наверное, там 2-3 дня полноценных рабочего времени Но чтобы сделать это качественно Есть пескоструй Поэтому сейчас мы лодку отвозим на пескоструй Ее подготавливают И дальше мы начинаем Я начинаю Творить чудеса Да Я буду такой Но ты будешь моим консультантом Ну и помощником Я так-то, если говорить Прикрути туда Отсверли то Отрежь там Я, в принципе, могу Вообще договорились Без проблем Да Так что, друзья Мы постараемся сделать Офигенную лодку Которая, я думаю, достанется Вам Или вам Ну, кому-то точно из вас Кому-то точно достанется Погнали Друзья, мы забрали лодку С пескоструйной обработки Получилось все отлично То есть, лодка вся чистенькая Никаких нигде не осталось ничего И следов от краски Вот, если ее обрабатывать вручную Во-первых, ну, еще нужно посчитать Что экономически выгодней Ну, абсолютно точно Пескоструйная обработка Мелким песком Идеальный вариант Лодка вся чистая Ром, смотри, я здесь вижу старые заплатки Видимо, оставшиеся от прошлого владельца Вот их мы тоже, думаю, сейчас чистим Посмотрим, что под ними И в случае чего Наложим новые заплатки Для того, чтобы лодка у нас не текла Слушай, ну, посмотрим Насколько они текут или не текут Потому что предыдущий владелец говорил Что этим заплаткам уже там Больше 15 лет И они не текут Поэтому, если это все действительно так Лучше их не трогать Мы же все равно будем обрабатывать Да, конечно Если они в порядке То трогать мы их не будем Да В общем, заполняем водой Проверяем на течи Снимаем мерки И начинаем пилить фанеру Конструировать Чертить наш будущий корабль Итак, пока Роман пошел искать воду Я займусь откручиванием Лишних деталей Ну что, все лишние детали я открутил И теперь, наконец-то, можно наполнять водой лодку И проверять ее на течь Лодку не заполнило еще даже на треть Уже есть первые не очень хорошие новости И на данный момент мы имеем лишь две протекающие клепки Так что не все так плохо Учитывая то, что вот здесь еще есть заплатка Именно на днище И вот очень такой опасный момент Это вот та заплатка Которая чуть выше по борту находится Есть, помимо, скажем так, не очень приятных новостей Две положительных Вот здесь две заплатки Они уже заполнились водой Минут 10 стоят И нету ни намека на то, что они будут протекать Ну а пока лодка наполняется водой Я произведу замеры Для того, чтобы понять, сколько нам потребуется фанеры Для того, чтобы сформировать внутренний корпус этой лодки Друзья, смотрите внимательней Напомню, в течение трех выпусков Которые будут посвящены прокачке этой лодки Мы озвучим три условия в каждом из выпусков Давайте я начну с первого условия Первое условие Быть подписанным на канал Лига Мастерства Это вам позволит увидеть следующие серии И не пропустить следующие условия Потому что в следующих двух сериях Мы озвучим еще два условия Они будут несложные Но все равно выполнить их нужно Для того, чтобы выиграть эту лодку Наверное, в данном виде она не так Скажем так, вам интересно Но поверьте, к финальной серии Ваш интерес будет гораздо выше Лодка была обработана с помощью пескостроя Только снаружи части корпуса А внутри мы ее не обрабатывали Поэтому сейчас, во время сливания воды Мы промываем с помощью металлической щетки Удаляем старые какие-то наросты грязи Краски и тому подобное Для того, чтобы потом, в будущем гидроизоляция Максимально во все полости проникла Ну что, друзья, мы закатили лодку в ангар На улице 35 градусов Работать невозможно, жарко И вот, сейчас нам нужно Финальная стадия Дочистить, убрать все остатки в лодке То, что осталось Дальше Че, Лех, по фанере Дальше мы вырезаем необходимые детали Для пола и бортов Для того, чтобы можно было Немножко все еще мусорить Это будет с подгонкой Поэтому вначале вырезаем детали А уже после того Занимаемся гидроизоляцией Да, то есть мы ее промажем мастикой Сделаем это вечером Для того, чтобы за ночь До следующего дня она сохла А мы, я надеюсь, успеем Сегодня еще искупаться После такого дня Это будет не лишним Это будет не лишним Обязательно На лодке вышел На середину Волги И нырь Но для этого еще нужно постараться Впереди не один рабочий день Давай, Лех, не терять время Давай приступать Итак, я замерил первую деталь Для пола нашей казанки Она у нас имеет Вот такую вот форму Усеченной пирамиды С размерами 1670 мм По большей стороне 1020 мм По меньшей стороне 800 мм Эта часть Она у нас находится Примерно вот здесь Вот И сейчас из этого листа Влагостойкой фанеры Толщиной 15 мм Я буду выпиливать Вот эту вот деталь Каким образом я планирую Это разметить Потому что у нас Деталь неровная Для того, чтобы понять Вот этот угол Достаточно просто От прямой От прямого края Листа фанеры Отложить с двух сторон 1020 мм Вот так вот А потом Из 1020 Вычесть 800 У нас остается 220 мм Поделить пополам 110 мм От края у нас Получается Нужно Отступить И автоматически Мы попадем Вот в этот размер 800 мм Первая часть пола готова Друзья Фанера 15 мм Два взрослых мужика Все выдерживает Никуда не прогибается Ходить комфортно И удобно Так что продолжаем Сооружать наш Так сказать Настил Пол в лодке У этой фанеры Есть один нюанс Она гладкая И очень скользкая То есть вот сейчас На ней пыль Да От того, что мы пилили Она скользит Я думаю Когда она будет мокрая Скорее всего Тоже будет скользить У нас, конечно Есть одна задумка Чего мы хотим сделать С точки зрения Отделки этой фанеры Но если вы не собираетесь Фанеру ничем отделывать Своей лодки Берите лучше рифленую Она есть Вот тоже Влагостойкая фанера Но с таким шершавым Шершавой поверхностью Вот Потому что это Действительно Очень скользкая А подскользнуться в лодке Вывалиться за борт Ну вообще Такое Нехорошее дело Из остатка первого листа Нам как раз хватит сделать Вторую часть пола Которая будет передней Она у нас будет Размером 1020 мм На 795 мм Друзья, если будете делать Свою лодку Учтите Они два основных размера В которых продается фанера Одни полтора на полтора А вот эти 2,45 на метр двадцать пять То есть у нас Лодка узенькая И как раз Вот этот размер Он Скажем так Нам более удобен То есть будет меньше Остатков Которые не используются Здесь получается В лодке Шесть ребер жесткости То есть три Которые они выходят на борт Они самые Получаются силовые Вот они В одну высоту А еще три ребра жесткости Они идут по полу Да, придется Вот обладать Сюда вот нужно будет Подкладывать еще Чтобы вывести в уровень Вот с этим ребром Основное напольное покрытие Готово Вот здесь задняя часть Здесь будет рундук Он же сидушка Вот И сейчас мы померяем Канистру Здесь будет бензобак Не канистра А съемный бензобак Чтобы он у нас Вошел по высоте При этом было удобно Управлять с точки зрения Румпеля Возможно Здесь не будет Напольного покрытия То есть мы немножечко Это вниз Опустим Будет больше пространства С другой стороны Если здесь положить Напольное покрытие Здесь будет больше Блоков плавучести И внутри этого рундука Будет все чистенькое Аккуратненькое Сейчас нужно сделать Заготовки для бортов Но прежде чем их делать Нужно взять И срезать все лишнее То, что нам будет мешать Да, а то все Что-то делать Аккуратненько Вычищать Вымывать Болгарку И вперед Для того, чтобы выровнять пол Вывести его в одну плоскость Вот в этой передней части Мне приходится подкладывать фанеру Фанера толщиной 21 мм Я ее сейчас прикручу Вот в этом месте У нас есть идеи Как сделать еще Лодку более эргономичную Но не будем забегать вперед Все постепенно Вы все увидите Не переживайте Сейчас меняем Две заклепки Которые текут Делаем гидроизоляцию И мы наконец-то Едем ужинать Потому что Немножечко подустали за день Жара выбивает Но это нас не останавливает Для того, чтобы соединение Было на 100% герметичным Недостаточно просто заменить Болт Нужно дополнительно Обработать его еще и герметиком Че, Леха? Семки есть? Давай, я предлагаю Разделить на наши усилия Ты начнешь оттуда Я начну оттуда И где-нибудь в центре сойдемся Да Ну, в общем, друзья Вот он Тот самый этап Нанесения мастики В лодку Для гидроизоляции нашей лодки Мы используем мастику От компании Техно Николь Ну что, на дворе Полдесятого вечера Мы закончили Нанесли первый слой мастики По инструкции Ей сохнутся от 12 до 24 часов Но по такой жаре Я думаю, часов 16-18 будет достаточно Друзья, не забывайте Что эту казанку После того, как будет закончен Весь тюнинг-проект Мы разыграем среди наших зрителей Будет три условия Три части Вот сейчас первая часть И первое условие Быть подписанным на канал Лига Мастерства Второе условие Будет во второй части Которая выйдет ровно через неделю И третье условие Будет еще через неделю Когда вы увидите Финальный вариант этой лодки А сейчас Всем спасибо Пока И поддержите нас лайком Комментарием Мы действительно стараемся И делаем Как для себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!